Опа! Что-то взял. Смотри, что творится. Просто я рака поймал. Друзья, вы только посмотрите, я таких ни разу не видал еще. Вот это я стекло открыл. Так, друзья, ну что, всем привет. С вами опять Рыбконтроль. Выбрались сегодня на очередную рыбалочку с Мишани на тот же водоем, что и в прошлый раз, где ловили малька. Мишка опять ловит малька, потому что, возможно, мы планируем поехать на рыбалку, на реку Иртыш, поэтому с собой нужно много живца. Если получится, то там, скорее всего, поедем на несколько дней, то выпустим, наверное, полноценный такой фильм длинный, либо несколько серий снимем. Ну а я сегодня, как тогда, решил не бегать, не охотиться за чебаком, за окунем. Я решил сегодня палаточку поставить. Как вы можете слышать, еще сегодня такая погодка скверная, идет дождь. Мишанин там, значит, ловит живца. Я решил палатку поставить, закормился традиционно. Вот, в общем, кормушечку, все как обычно. Прикормочку вот такую взял, покупную, потому что некогда. Обычно сам делаю там с панировочными сухарями и так далее. В общем, не суть. Неважно, какая фирма, там не реклама, ничего просто. По принципу, самая дешевая за 100 рублей. Две кормушки, значит, уже запустил, поставил газ, чтобы комфортно было, тепло. Ну и все. Три луночки пробурил, две закормил. Достаточно. В каждую лунку там по одной кормушке. Одну вообще не стал. Рыбачить сегодня буду тут на такую удочку, на мормышку, как в прошлый раз. Лесочка тут тонкая. Здесь также подвязал мормышку, плюс один крючок и вот такая моя какая-то старинная удочка в чемодане. Нашел просто обычный тупо поплывок, грузил. А как летом, в общем, поставим сюда побольше наживки, оденем и поставим, значит, на дно положим, посмотрим, что из этого получится. Здесь в прошлый раз подлещики проскакивали. Возможно, сегодня удастся их половить. По наживке я взял опарыши два вида, белый и красный, и, конечно же, малинку. Ну все, давайте начинать. Кстати, вам всем спасибо, что поддерживаете канал, ставите лайки, пишите комментарии. Уже целых 44 человека там на канале. А этого уже много. Ладно, поехали, начинать будем. Ставлю, в общем, третью удочку, последнюю, и потом уже буду вкручаться. О, смотрите, поплевка. Поплевочка уже была. О, смотрите. Опа, есть что-то первое. Удочку не успел, ту еще поставить. Небольшая плотвичка. Вот такая вот. В принципе, канц с водой мы тут поставили, поэтому пока что на живца я тоже буду вручную, так сказать, подлавливать. Помешаем, там мёрзнет входит. Надо тоже вносить вклад. Опа, есть еще. О, хороший окунь. Или просто сопротивляется так. А, нет, смотри-ка, какая плотва. Смотрите, какая плотвичка. Хорошая. Опа, вот, ребята, первый полосатый бандос подплыл. О, какой. Малыш. Отпустим его. Пошел родной сам. О, смешание оборвался только в палатку. Сразу вытряс такого вот волосатого шмокуля. Кошеком буду брать. Опа, там мишкино. Что-то взял. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе у меня тут. Смотри, что творится. Загибает. Тут подошла рыба, тут у меня окунь этот, блин, запутает все сейчас точно. Тут мишки. Вот такой вот. Мы его отпускаем, конечно же. У меня такие поклёвки были сочные тут, как вы видели. Опа, что-то выдразил. Опа, как всегда. Небольшой окунёк. И его отпускаю вон обратно. Так, что, короче, чебаки поели, но не клюют. Теперь и нам пора поесть. По одному бутерброду на руки. По порциям всё разложим. Как обычно у меня по хуншуе. Бомба! Странно, бутерброд взял в рот и не клюёт. Обычно же так. Блин, вы только посмотрите, друзья, первый раз в жизни. Это что такое? Я думаю, кто так потихонечку жуёт. Просто я рака поймал. Я думаю, кто-то меня достаёт. Ну, надо его как-то освобождать. Потихонечку. Тихо-тихо, клады поплыла маленький. Смотрите, какой хорошенький. Сейчас главное мне его... Опа! Во! Во какой! Красавец! Такой вот рачок. Освободил я его. Ладно, пускай он гуляет. Как они там, задом заходят в воду-то? Ой! Всё, улетел родной. А я думаю, кто там так теребит? Интересно. А это, значит, страх. Ладно. Продолжаем. Опа! На этой что-то попалось. Тучка опять была. Такая вот. Жибец. Так что-то в палатке стало. Плохо клевать. Решил сюда перейти. На улице немного посидеть. Дождь, правда, идёт, конечно. Это не очень мероприятие такое. Глубина 2,30 такая же, как в палатке. О, смотри. О, смотри. О, что-то есть. Очень мелкая окунь, наверное. Точно. Вот. Опять. А именно. Согласил. друзья вы только посмотрите я таких ни разу не видал еще в плане это размера это судак видите судачок какой не бирж судак видно по телу и зубы клыки среди какой красавчик конечно же такого мы отпустим ли хлопца блин прикольно такого ни разу в жизни не ловил маленького в плане кто знаток этого года выпуска судак или прошлого мне кажется этого вот эти молодые прям которые конечку растут уже и обретают навыки он охотятся на малину пока что мешая натаскал живца я покажу сколько в общем также идет дождь все кто тут сидели рядом с нами 3-4 человека все уже свалили потому что после обеда вообще перестала клевать вот канистра 40 литровая нормально насколько думаешь там примерно на скидку мешать где-то 250 штучек в общем вот такие вот дела будем собираться домой сейчас самый интересный аттракцион это совсем этим добром горку подняться медяную с этими санками окруженными так ну что с горем пополам мы выбрались горочку посмотрите какая у нас обстановка просто вот это я стекло открыл уйти ничего не произошло двойное остекление все еще грузимся в общем ребятки все вот такая вот получилась рыбалочка у нас трудовая живца наловили попытался поймать леща не знаю то ли перекормили то ли чо в общем после обеда вообще перестала клевать так вот чебачки проскакивали какие-то окуньки маленько взял кошки и все в основном охотились на живца живца наловили возможно скоро поедем рыбачить на жерлице куда-нибудь но спасибо за поддержку спасибо что подписывайтесь на канал ставите лайки пишите комментарии все с вами всегда рыбконтроль до новых встреч до новых встреч